. Хадис. Непростой. Уж слышать его до конца, это значит многое пережить и через разное пройти. Но все-таки постарайтесь, не важно сколько вам лет, если вы будете возвращаться к его смыслу, то он очень многому вас научит. Заключительный Божий посланник, Пророк Мухаммад алейхи ссалату ассалям сказал . Это достоверный хадис Сахих, есть в своде хадис . Так вот, посланник Божий сказал, поистине Аллах, Бог, Господь, испытывает человека в том, что ему дает. Наше здоровье, наше время, наши близкие, наши родители, наши дети, наши друзья, наши сослуживцы. Самые разные вещи, обстоятельства, ситуации, материальные, нематериальные. То многое, что мы даже не замечаем. Как вчера читал перед сном одну книгу, там хорошо сказано было то, что женщине в 42 года поставили диагноз рак и ей оставалось жить несколько месяцев. И она говорит, только тогда я начала чувствовать красоту жизни, полюбила этот мир. Мы здоровые, у нас все хорошо, неважно, пусть даже для кого-то это одна лепешка, либо горсть монет, веточка винограда, пол арбуза, несколько орешков. Это уже очень многое, если ваше сердце переполняется благодарностью Богу, видя это, применяя это, употребляя. . Поистине Аллах, Бог Господь испытывает человека в том, что дает ему. . Если человек доволен, что Бог ему дал, вот доволен, понимаете, это когда мы смотрим на салат, который мы едим вместе со своими детьми и утром кушаем яичницу. И мы задумываемся, что этот белок или эта клетчатка. То есть мы понимаем, что это вдыхает нас, в том числе физическую жизнь, помогает нам продолжать свою жизнедеятельность. У нас есть деньги для этого, у нас есть возможность это купить, слава Богу, голода нет. И самое разное, даже когда вы берете стакан воды и вы пьете его, ощущая, понимая, чувствуя вкус этой воды, находясь здесь и сейчас. И вот радый я, человек верующий, когда он в самых разных ситуациях, смотря даже на своих детей, на свою жену, на своего мужа. В самых разных житейских, бытовых, рабочих ситуациях он умеет остановиться и почувствовать всем сердцем благодарность Богу и почувствовать, что ты доволен. И ты настолько доволен, что ты ощущаешь это чувство только пред Богом и по коже проходят, пробегаются мурашки. Ты доволен. Здесь говорится, если человек доволен тем, что Бог ему дал, то Всевышний в том, что дал, закладывает Божественную благодать и дает человеку все больше изобилия, больше здоровья, больше семейной радости, больше профессионализма, больше материального достатка, больше того или иного. Но мы-то обычно люди, как был один эксперимент, где студентам в хорошем, крутом ВУЗе раздали листы бумаги, на нем была черная точка на листе бумаги. И сказали, вот вам есть бумаги, на нем точка. Опишите, что вы видите. Сто процентов описали точку. Там-то находится, такой-то величины, такого-то затемнения, такой-то формы, такой-то, 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 такого-то, самого-разного. Все красноречие крутилось и воображение вокруг черной точки. Вы оденете белый костюм и туда капнет у вас. Вы порезались и чуть-чуть каплика попала на этот костюм. Например, белый костюм. Вам испортит все настроение и вы забудете о красоте этого костюма. В той ситуации нужно было увидеть белый лист, который составлял 99,9% всего, что было перед ними. Этот лист, эту белизну, эту чистоту, как и в жизни, красоту. И в том-то и дело, что большинство людей это не замечает и они неблагодарны. Посмотрел на днях «Супруга» один фильм, он в iTunes был со скидкой за 120 рублей. Он старый, 87-го года. Де Ниро играет с кем-то еще. Де Ниро играет человека, который сначала показывает ребенка. Он здоров, такой активный ребенок, потом ребенок не может даже окно закрыть. Он второй рукой помогает своей руке двигаться. И в итоге он уходит в сон. И оказывается, в тот период это на реальных событиях были люди, возможно сейчас это есть, которые просто засыпают. Они живут, некоторые 26 лет. Этот парень заснул на 30 лет. Вот как раз Де Ниро играет того, кто проснулся потом. И там в одном диалоге его мама, которая 30 лет за ним. А он просто спит, ну вот так, целый день, смотрит в одну точку и не двигается. Что-то ему дает покушать, что-то пожует. Когда он ложит спать, у него даже суставы не слушаются, опускают руки. Сон на 30 лет. И вот в какой-то момент, когда герой Роберта Де Ниро начал пробуждаться, то есть 10 лет он был здоров. И на 30 лет уходит в этот сон. Причем такое заболевание было и эта история на реальных событиях. И вот ему 40 лет, его мама уже пожилая женщина, которой все эти 30 лет, когда он был в больнице, она его опекала, одевала, мыла, то есть кормила неподвижного, практически неподвижного. И вот, когда потихонечку он начал возвращаться к жизни, как и остальные пациенты, которые были в этой больнице, собрались врачи. И мама его попросила сказать несколько слов. Она интересно очень заметила, то, что когда у меня родился здоровый ребенок, я воспринял это абсолютно естественно. Когда он рос здоровым 10 лет, я относилась к этому ровно, спокойно, нормально, естественно. И когда он заболел, я начала постоянно говорить себе, за что это, за что мне такое. Много что в жизни естественно, но чем больше мы замечаем чудесность этого, вроде как естественного, видим в этом красоту, причем божественную красоту, благодать, нам это плюсы, источник земного благополучия, новое божественное благословение, источник в вечности. Но если, как обычно, мы люди, все воспринимаем естественно, а сталкиваясь с проблемой, мы еще и недовольны, то здесь хадис продолжается. Если человек будет недоволен, хорошим ли, плохим ли, не важно. Если человек будет недоволен, обратите внимание на себя, утром, днем, ночью, стукнувшись, оступившись, кляксу сделав в каком-то документе, ошибку, где-то с кем-то поссорившись, еще что-то самое разное, пересолив, или что-то подгорело. Самое разное. Вы довольны? Вот если вы недовольны, божьей благодати, она постепенно покинет человека. И человек не получит более того, что для него уже определено Богом. Безусловно, это уже отдельная тема, в триллионерной тематике я раскрывал этот хадис, где говорится о том, что в жизни можно очень многое изменить. Но хадис показывает, что можно изменить, как в лучшую сторону, так и в худшую. Так что осознание нам, дисциплины в благодарности Богу, умение замечать красоту вокруг нас и быть довольными. Аял. الحمد لله رب العالمين